красота обалденная ароматная вкуснейшая вишневая настойка сейчас я покажу как ее сделать и так собрал я примерно 300 350 граммов вишни вишни в этом году в сибири мало прошлом году я собирал ведрами и делал и вино и дистиллят дел вишневый в этом году ее крайне мало поэтому пока супруга не видит от насобирал грамм 300 будем ставить настойку и так приступим к приготовлению вишню нужно предварительно заморозить я его заморозил сейчас прямо так вот баночку и вкладываем вместе с косточкой косточки вынимать не нужно они дадут они дадут нам слегка миндальную нотку получится прикольно не нужно мне говорить что-то там про синильную кислоту и так далее контакт будет непродолжительным поэтому я думаю вреда никакого не будет далее сюда же насыпаем две ложки вот такие хорошенькие ложечки сахара а также вот такую посмотрите немножечко совсем корицы палочкой берите лучше палочка потом проще фильтровать бы чего-то пыль и заливаем самогоном хорошим 45 градусным самогоном можно брать 40 если хотите полегче либо 50 если хотите покрепче это же дело ваш все заливаем по горлышко вот так вот замечательно получилось теперь это все мы закрываем и убираем на две-три недели в темное место встряхиваем когда вспоминаем а вот и настоялась настоечка извините за пейзаж просто сегодня вот только недавно пришел с дачи дождик был разложил огурчики урожай все переливаем точнее процеживаем у меня вот такая вот вороночка с сетечком отделяем от ягодок обалденный просто запах ребята в общем вот столько получилось ягодки выжимать я не стал спирт уже вытянул самое вкусное самое нам нужное в себя если выдавить ягоды то потом просто замучаемся фильтровать это дело принципе я думаю здесь тоже ничего то и нету я ну что сейчас я наверно попробую немножечко на сахар если нужно будет я внесу еще и дам два-три дня постоять итак друзья мои пришла пора попробовать посмотрите каким замечательным рубиновым цветом стала настойка я два дня назад когда профильтровал я попробовал ее на сахар и сахар добавлять не стал то есть смотрите сами на свой вкус если сладости не хватает можете добавить если вас устраивает то не нужно вот мне это не понадобилось запах очень приятный вишневый и вот то что мы настаивали с косточкой дает такой легкий миндальный аромат где-то вдали это все прекрасно дополняет корица корица кстати это очень удачное дополнение именно вот к этому напитку к вишневой настойки или наливки как это правильно назвать даже не на давайте настойка все же буду называть ну что ваше здоровье надо бы и попробовать ребят это супер это супер вкусно делайте пробуйте пока сезон пока лето нам одаривает своими плодами природа пробуйте делайте в этом нет ничего сложного и это несомненно это очень вкусно ставьте лайк всем добра